МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хамидовский режим – основатель основных тезисов отрицания геноцида. Важный визит в Армению после мероприятия высокого уровня ЕС США Армения. Герт Ян Купман. Новости Джавахка. В театральном день ознаменовали танцевальным флешмобом. Республика Западной Армении не сдается и продолжает бороться на правовой основе. Многие спрашивают меня, кто стоит за тобой, на что я отвечаю. За моей спиной 2 миллиона жертв. Так, первый президент Западной Армении Армена Кабрамян охарактеризовал силу, которая им движет. 27 апреля возле мемориального комплекса Цитерна Кабер состояла церемония поминовения жертв, совершенного против Арман Геноцида. Первый президент Республики Западной Армении провел брифинг с корреспондентом Бестерн Армении Тви, представив прогнозы относительно событий, происходящих в регионе, подчеркнув, все события связаны с Республикой Западной Армении. Видеосюжет доступен на нашем YouTube-канале Вестерн Армении Тви. 29 апреля состоялось 12 заседание Совета министров правительства Республики Западной Армении. Заседание вела президент Республики Западной Армении Литтия Маркосян. В ходе заседания участники обсудили общую ситуацию правительства Западной Армении. Члены правительства Республики Западной Армении выступили с речью, представив проделанную работу касательно поминальных церемоний, посвященной 109-й годовщине геноцида в отношении армян. Мероприятия прошли в Женеве, Маналей-Лан-Напуль, Леоне, Буэнос-Айресе, Монто-Белло, Монте-Видео и в Ереване. Консул Западной Армении в Уругвайе доктор Пабло Тайланян подчеркнул, На мероприятии присутствовали президент Уругвая Луис Локаже-Поу, министр иностранных дел Омар Паганини, заместитель министра иностранных дел Уругвая Николас Альберто, министры и парламентарии, политические и общественные деятели. Консул Западной Армении в Лос-Анджелесе Арман Григориан посетил Монте-Белло, штат Калифорния, США, мемориальный комплекс жертв геноцида, совершенного против армян, где почтили память жертв геноцида. Участники заседания правительства обсудили прошедшую церемонию поминовения, которая состоялась 27 апреля возле мемориального комплекса Цицерна-Кабберта. Отрицание совершенного против армян геноцидов в своей форме и многообразии часто служило примером для разработки и осуществления политики отрицания других последующих геноцидов. Как отмечает профессор социологии Стэнли Коин, наиболее очевидной попыткой скрыть факт прошлых преступлений является попытка турецкого правительства. Произошедшие события зафиксированы в османских источниках дипломатических отчетов того времени, свидетельствах выживших в дальнейшем в исторографических исследованиях. Истины, которые в то время были очевидны и находились в центре внимания международного сообщества, превратились в предположения, слухи и неопределенность. Вначале существовавшее отрицание стало частью коллективной культуры Турции. Далее постепенно стало преобладать за ее пределами. Отрицание совершенного против армян геноцидов всегда было составной частью внутренней и внешней политики турецких властей. Турецкие правительства полагались на насилие как на наиболее эффективный способ решения внутренних проблем, что, в свою очередь, вызвало дополнительные опасения. Существовало вероятность, что те, кто подвергается насилию, прибегнут к возможному сопротивлению, самобороне или борьбе за освобождение от репрессии. Наряду с этим всегда существовал страх перед возможным вмешательством внешнего мира или применением принуждения к проведению реформ в стране. Периодически возникал страх под внешним давлением потерять территории. Важный визит в Восточную Армению после состоявшегося 5 апреля в мероприятие высокого уровня ЕС США Армения. Об этом микроблоге X написал генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговорам по расширению Герт Ян Купман. На встрече с рядом представителей Восточной Армении я рассчитываю обсудить приоритеты более тесного сотрудничества между Европой и Арменией. Также определить возможности для стабильности и роста в рамках нашей новой программы, отметил чиновник. В Джавахке установят 40 камер наблюдения. Новые камеры появятся в Джавахке и в селах. Меря Джавахка объявила электронный тендер на приобретение и установку 40 камер стоимостью 24 070 лари. Тендер объявлен с 8 по 16 апреля. Камеры будут установлены в течение 40 календарных дней с момента подписания контракта. Фермеры Джавахка сокращают картофельные поля. В Джавахке стартовал сезон посева картофеля. Из-за неудачной реализации урожая прошлого года некоторые фермеры сократили картофельные поля. Иногвабаджанян из села Мурджахет сократил посевные площади картофеля на 1 гектар. В 2023 году в Джавахке было посеяно 10 918 гектаров картофеля. Собрано 223 148 тонн урожая. В 2023 году по сравнению с 2022 годом посевные площади картофеля увеличились. В 2022 году посеяно 10 775 гектаров земли. Получено 169 120 тонн урожая. Как статистика изменится в 2024 году станет ясно в конце года и начале 2025 года. Подробности читайте на нашем сайте Western Armenia TV. 29 апреля во всем мире отмечается Международный день танца. Праздник был отмечен танцевальным флешмобом в Ереванском государственном институте театра и кино. Инициатива принадлежит кафере хореографии. Танцевальный флешмоб был посвящен светлой памяти преподавателя, основателя и художественного руководителя ансамбля традиционной песни и танца Карин, заслуженного деятеля культуры Восточной Армении Гагика Геносяна. К студентам также присоединились представители профессорско-административного состава во главе с ректором университета Сарой Налбандян. И в завершении новостей послушаем произведение Кумиттаса в исполнении Сергея Хачатряна. КОНЕЦ Такими были новости на сегодня. мира вам и добра!